Мне так нравятся что-то мои эти штучки, что аж страшно. Слышишь, Миша? Короче, я их поставлю пока так, припекаться, а потом типа залить бешамелем, затереть пармезаном и еще допечь чуть-чуть, да? План просто идеальный, как по мне. И я аж давай быстро варить этот бешамель. Короче, он у меня получается без комочков, все прекрасно, его даже через сито не надо протирать. Вот, достала свои каннеллони, намазала их бешамелем. Затерла сыром, короче, и поставила в духовку. Вот, и тем временем дудит Вовчик. И я первый заканчиваю, я уже сделал презентацию, ждуню эту дудку, я заканчиваю самый первый. Володю, ви так швидко все зробили, що я почав сумніватися, чи встигла б приготуватися ваша курка. А я думаю, боже, хоть бы не сыра, потому что, ну, перероблять опять, знаешь, на черта нам не надо. Отже, ваш куричий супрем. Не сырый. Ой, спасибо вам. Молодец, Володя. Дуже соковитый. Бачите, як вытекает сик? Да, я не до конца еще як тарда жарим гриби, чтобы они дали сок курице при запеканні. Таке трапляется дуже рідко, але це саме той випадок, коли я хочу зробити так. Спасибо вам, Володя. Забирайте свои зерки. Спасибо. Удачу. Спасибо. Я пиду в порядку. Я решаю, що опять пиду на 2 злобочки. Приятного аппетита. Боже мой, як вкусно. Ай, Бог поможе. Че там, Вовка? Тирамису. Кто? Тирамису. О, хорошо. Ну, для труцкого, я понял, я два пальца об асфальт. Труцкий счастлив, побежал, начал делать, короче, тирамису. Репітка. Репітка. Посипка. Я вже збиваюся бісквіт. Це ж ж дамський пальчик. Збиваю крем. Зварив кофе, перемалов. Додайте ліська. Лизо, чому ви не зробили суміш з лососю, фети та базиліку? Чому все лежить окремими шматками? Коли клієнт куштуватиме вашу страву, він не зможе спробувати все одразу. Йому потрібно буде вибирати шматки. Ні, там лососі я багато ложила, і з крупними кусками, спеціально, щоб його було. І дам лососі з крупними кусками, як сказав Міша. І то, а навіть Міша сказав, робити його ще крупніше. Це повинна бути однорідна суміш. Розумієте? Дякую. Да, понятно. Міша, спасибо. А що не так? Лососі, тут порезан крупно, а це все должно быть однородним. Так а що, я не так тебе посказал? Та, перебивайте, це все однородним. Понимаєш, почему Ектор потом вернул її блюда? Потому що она ж один сделала ось такий кусок, а другой ось такий, третий ось такий, четвертый ось такий. Не должны быть или все ось такі, или ось такі, или должны быть просто перебиті. І ще така мені подумала, що тебе Міша, в смысл? Сама нарезала мозаїку, короче, я виноват остался. Лиска, ні, ні, ні. Спокійся. Да, потоп. Со слезами на глазах, с огромным разочарованием на душе, я начинаю переделывать каннелони. Мне было очень сложно успокоиться. Я, типа, я просто пошла в девайс, ну, и, ну, вот, я считаю, що я була на грани. Реально, мне было так вообще обидно. А уже нервів не хватает. Лиза, чому ви плачете? У меня просто очень много, ну, у меня еще, ну, со вчерашнего дня мне очень сложно. Я из-за того, что, скажем так, ушел в Жене... Да все. Все. Знаете, так неудобно и плохо, когда, типа, чувствую то, що я хуже, чем Херсон, і я осталась. Не хотелось мне, щоб він уходив, вот, і... А я, получается, оставалась, вот, знаете, з таким, ну, не позором, а когда у тебя что-то, ну, просто ты остаёшься, потому что есть кто-то, кто чуть-чуть хуже, чем ты. И, ну, у меня это... Говори тут это Вектору. Ты що, совсем чокнулась, б***ь, не помой, или що? Б***ь, лиза. Ну, б***ь. Ладно, ти це сказала б нам, там, знаешь, б, там, где-то втихаря, там, ну, где-то на выходному, там, между конкурсом, там. Лиза, то, а может, ви хочете додому? Так иди, иди домой, ради Бога. Не хочете? Тоді зберіться и працюйте, а мы самі вирішиму, кому и коли час додому. Да, 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 спасибо. Ну, как-то я вдохнула-выдохнула, ещё вдохнула-выдохнула, взяла этот кутер, надела его на кухонную машину, вот, перебила там фету с зеленью, добавила туда желток, добавила туда бешамель, вот, всё, как сказал Эктор, короче. Что, Лизка, нормально всё? Да. Всё, дождался, выложил крем, всё, эти, бубочки, голубику, короче, лохину, и клубнику, всё. Цей звук саме такий, який я би хотів почути. Дуже важливо, щоб десерт був хрустким зовні, а всередині він має бути ніжним та м'яким. Так и є. Цей десерт, присвячений відомій балерині, і у вашому виконанні він такий ніжний та легкий, як сама балерина. Тож забирайте свої зірки. Спасибо большое вам. Наверное, третю становиться. Пробую третью. Мишо. Сибас с глазурованными овочами та соусом берблан. Короче, Сибас, ладно, я понимаю, сейчас я разберу Сибаса, сейчас его филирну, подостаю кости, сделаю глазурированные овощи. Ну, що таке соус берблан? Я говорю, троцкий. Ти читал когда-то соус берблан? Берблан. Берблан. Берблан, я, короче, я не то, что даже, я и близко не знал, что это может быть за соус. Знаю там много соусов, но голландес, собайом, ананглес, ру, бешамель, баланьес, барбекю, джек-дэниел, медово-горчич, горчично-каперсный, сырный, сырносливач, соус унаги, соус терияки, устричный, соус якиторик, соус кимчи, соус шиса, соус юзу, соус понзу, соус мауи, соус пепер, соус, короче, блэк терияки. Короче, ну знаю, соус, ну ку, ну смотри, сколько соус. А бирбалбан вот этот, короче, не знаю. Берблан, бирблан, бирблан. Ну ты можешь быстро сделать какой-то, а потом, когда Виктор придет, он тебе скажет, какой надо было, типа, правильно. Я думаю, что это типа как голландес. Думаю, может, на основе рыбного бульона может быть. Я, короче, поставил вариться бульон. Нарезал, короче, ну азетом цукини и морковку. Остальное все помидор целым кинул, цветную капусту целый кинул. Вот, разобрал рыбу, замариновал ее и ждал, пока замаринулся. Там глазировал овощи. Я делал презентацию уже штруделя своего, у меня запекся. Кусочек отрезал. Дал мишки попробую, ремешание, что да, огонь, все классно. Ну, слава богу, да. Короче, а я дудю... Где это дудан? Дудан. Вадиме, как вам, здаётся, штруделя вышел смачным? Да, вроде да, Мишаня, ты пробовал как? А вкусно очень. А, ну, тогда всё. Не-не-не, эх, да. Не, я думаю, всё-таки удалось и тесто, вот, ну, смотрите, тоненькое тесто такое получилось. Начиночка замочила этот самый изюм. Можливо, віддамо Миші, мого метелика. Щоб він ходив куштувати ваши страви. Не-не-не, ему ещё далеко. Тесто добре пропеклося, воно тоненькое. Мені дуже подобається смак та консистенція вашого крема англеса. Також ви зробили добру начинку. Вона соковита, але не занадто, що дуже важливо. Забирайте зірки. Вони ваші. Спасибо. Вадим. Шо ти на трёшки? Трибери. Шо на трёшки? Трибери, трибери. Громовая баба. Хто? Громовая баба. Ромовая баба. Чё? Конячний дед, понял. Ну ви шо гоните? Лише, яка ромовая баба? Вже тут вообще поплывши все. Шо у тебе, Пава? Ромовая баба. Та в опару. А? Опару? Все, я понял. Давай, Вовочка. А мы недавно, тільки я учил їх, як правильно делать це дрожжево-тисто. Я ж помню, ти мене учил. Ми булочки пекли з тобою. Да, 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 Полушко. Опару. Ну це я помню, ми з Бувайру були на выкидну. Я ж делаю опару, молочко трошки на грелке. Самое важное было взять дрожжи и с сахаром вот так вот затереть. Тогда дрожжи начинают работать сразу. Слышишь, так оттуда масло добавляется растопленное, да, в тесто? Да, но такое не горячее оно должно быть, понял? Она не горячая, комнатной температуры. Такое, вот только оно начнет у тебя таять, добавляй. Угу. Чтобы дрожжи не убил ты, короче. И молоко ты ж чуть-чуть подогрел? Да, чуть-чуть подогрел. Ой, молодец. Ну честно, честно, я вот еще раз, мне хотелось так поднять голову и спросить, камон, почему люди находят ромовую бабу, Павлову, тирамису, это, кого там, штрудель, а я делаю каннелони. Ну, типа, в смысле? Ты сегодня бог удачи, как-то не со мной, типа? Давай еще чуть-чуть, и я буду звать. Надо, кстати, свою дудилку найти. А, нашла. Вот так. Дозапекаю до корочки золотой, в своей каннелони. Выкладываю на тарелку. Приходит Эктор. Ну что, вы смогли зібратися? Конечно, да, я уже собралась, пошла, посмотрела на себя, все нормально, исправила. Внутри тоже собралась и переделала. Скушнуйте, будь ласка. Спасибо. Очень вкусно, но очень вкусно. Я тоже так вважаю. Забирайте зерки и вперед. Спасибо, Эктор. Так, две или три, две или три. Или три. И решаю, что я опять пойду на две звезды. Я лучше, типа, медленно, но уверенно буду шагать к тому, чтобы их набрать, типа. Ну что, Алиска? Качины мегре с апельсинами. Ага. Так, на, так я уже делала один раз. Нахожу, что у меня еще есть коньяк. Мишенька. Мишаня, слышишь? А у меня есть алкоголь. Это для апельсинов? Ну, утка может фламбер. Может, какой алкоголь? Коньяк. Может, фламбироваться утка. Ну, вот я тебе говорю честно, я бы зафламбировал бы его. Хорошо, Тюм. Вопрос. Вот, и я начинаю жарить свою утку. Кладу ее на кожу, чтобы вытопился жир с кожей. И потом в этом же жиру, типа, она жарилась. Жарю, жарю, жарю. Я, я что, не зафламбирую, короче. Вот. Перелила коньяк. У меня случайно вылилось чуть-чуть больше, типа, чем планировалось. Там еще и масло было, короче. Вот. И я такая... Она такая... Все нормально, все нормально, все нормально. Риска, ну попробуй. Сейчас. Давай, бегом. У меня уже крем готовый, пропитка готовая, ци пальчики готовые. Пошел, взял креманку и начинаю формировать. Попропитывал, это печенька. Заформировал, засыпал какао, дудю. Приходит Эктор. Ага. Сам пробует, мне даёт. Ага. Я много алкоголя налив у кал. Короче, бахнул я нормальная бухляшка в цю пропитку. Такая прямая, я тебе говорю, тирамису пахмелон. Ну, я понимаю, что мне надо переделать. Переробить, будь ласка. Я могу переробить? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!